Стратегия развития региона определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления в регионе на долгосрочную перспективу до 2030 года. По инициативе губернатора ее проект прошел широкое общественное обсуждение. Документ был размещен в общем доступе на сайте областного Минэкономразвития. Пользователи оставили более 40 замечаний. Все они были учтены при доработке документа. Проект стратегии рассмотрели на расширенном заседании регионально-общественной палаты Самарской области, где он получил положительные оценки. После всех поправок и замечаний стратегию одобрили в федеральных органах власти. Это будет живой документ, который учитывает результаты всех итераций стратегического планирования на разных уровнях управления. Уверен, что четкое видение долгосрочного развития области и реализации необходимого комплекса мер на базе надежного сотрудничества с населением и бизнес-сообществом позволит создать конкурентоспособную экономику области и значительно улучшить качество жизни наших граждан. Стратегия основана не только на развитии трех главных производственных кластеров Самарской области – аэрокосмического, автомобильного и нефтехимического, но и на развитии малого и среднего бизнеса. Кроме того, регион должен войти в топ-5 промышленно развитых регионов страны и в топ-15 по уровню сельхозпроизводства. Одна из главных задач – формирование экспертно-ориентированной экономики. На совете говорят о том, что необходимо уделить серьезное внимание и реализации политики импортозамещения. Перинатальный центр мы построили. Это лучший перинатальный центр в стране у нас сейчас. Лучше его нет. Он на уровне Европы и все. Но ведь там нет ни одного нашего инструмента. Ни одного, даже каталога нет. Понимаете, вот завтра что-то, санкции раз, и он будет парализован сразу, наверное. Нам надо срочно все это разворачиваться в этой стратегии. Об этом надо говорить не просто так намеком, а очень серьезно. Николай Меркушкин говорит о необходимости ставить в стратегии среднесрочные цели и шаг за шагом их реализовывать. Чем не больше конкретных проектов, тем лучше. Но, видимо, эту задачу вы сами потом в конце сказали, что мы не знаем, что будет через 3-5 лет. И, конечно, все расписать конкретными проектами. Это сейчас невозможно. Мы создать должны условия, все соответствующие, которые позволили бы генерировать нашим же, и не только нашим, может и соседям нашим, и иностранных инвесторов, генерировать и проекты, инициировать и так далее. Замечания учтены. Члены совета принимают решение рекомендовать проект стратегии к принятию. Валерия Макарова, Марина Матвеевшина, Василий Колдашов. События.